А сейчас хотелось бы вернуться к искусству. Ведь взрослые авторы на днях тоже представили в Лимассоле достаточно оригинальный проект. Да, давайте посмотрим и послушаем художников, которые утверждают, что искусство вечно. Эти крупные мужчины пытаются скрыться под творческими псевдонимами Михо и Пако. Ну, конечно, все знают, кто это. Михаил Абанаидзе, художник и галерист. Пламен Матанский, его друг и коллега. На старте творческого сезона Михо и Пако представили публике новую экспозицию. Работы выполнены по технологии, в которой реализуется древний афоризм. Жизнь коротка, искусство вечно. Любую картину можно перенести на металл. Просто эта новая технология позволяет, что придать глубокий цвет, более детайли. И самое главное, она очень устойчивая на царапины, на воздействие вода, погода. И можно поставить на улице, можно поставить в баню или в туалет. Это вообще не проблема. Они не дуракоустойчивые. Они, конечно, можно поломать. Но если правильно поддерживают, они дают гарантию на 100 лет. Только избежать солнца, прякая свет от солнца. Технология появилась из Америки. Она уже 2-3 года в Америке распространяется. В прошлом году пришла в Европу. Это является первый раз на Кипре. Перспективы новой технологии на Кипре художники комментируют осторожно. Но все-таки в Штатах, откуда она заимствована, денег на такие и другие инновации, как минимум, чуть-чуть больше, чем на Кипре. В принципе, относительно влияния кризиса на арт-рынок у Михаила Ибанаидзе есть своя теория. Ну, я так не считаю, на самом деле. Потому что еще у наших предков была тяга к искусству. Поэтому, чтобы привезти пещеру, приволочь мамонт, надо было им что-то нарисовать на скале, чтобы они потом... Приблизительно, искусство, оно всегда вечно. Даже лозунг у меня есть такой, что жизнь бренна, а искусство вечное. Поэтому сейчас кризис, смотря в каком плане оно искусство. Оно всегда живет, всегда идет. Сейчас другое дело, какими темпами. Но оно, во всяком случае, всегда присутствует в жизни. Поэтому это не зависит ни от кризиса, мне кажется, ни от... Потому что разные аспекты, разные. Люди все равно хотят что-то, ну, такого прекрасного, более-менее отвлеченного от тягот, от серости какой-то. Поэтому искусство, оно всегда, так сказать, присутствует в жизни. Выставка не зависит, особенно здесь, на Кипре, на туризм, будем так говорить. Потому что, как в каждой стране, выставочные залы и все прочее, оно все же для местного населения. Или наоборот, кто приезжает, он довольно-таки долго живет здесь, какой-то период. Что касается выбранного времени, мне кажется, оно удачно. Как раз после праздников, что-то новое. Еще раз подчеркнуть, что начало года, наверное, оно должно быть что-то новым, каким-то интересным, которого не было здесь, ну, на Кипре не было такого, на самом деле. Второе, то, что на все это меня сподвлек мой друг, Пламин Матанский. Поэтому большое спасибо ему, в первую очередь. До старта туристического сезона на Кипре менее двух месяцев. Пойдет новая технология или не пойдет? Наверное, скоро узнаем.